Температура в норме, значит школьник здоров и может посещать школу для учителей и учеников. Среднеобразовательная школа номер 2 села Курджино у утра каждого буднего дня начинается именно с этих фраз. Как проводятся профилактические мероприятия в этом среднеобразовательном учреждении по предупреждению распространения коронавирусной инфекции? Есть ли выявлены случаи COVID-19, узнавала Александра Коваленко. Не измерив температуру, не попадешь на уроки. Это строгое правило знает каждый ученик. Поэтому и прийти в школу нужно минут на 10 раньше. Учебное заведение села Курджино, как и все общеобразовательные учреждения республики, работает по специально разработанному расписанию, составленному с целью минимизировать контакт среди обучающихся. Согласно санитарным нормам, наша школа не исключение, у нас имеются термометры. При входе в образовательное учреждение мы измеряем температуру. Мы развели учащихся по разным входам. У нас несколько входов. Учащиеся младших классов проходят у них два отдельных хода. И старшее и среднее звено проходят с центрального входа. Да, COVID-19 внес свои коррективы в ритм нашей жизни. Но благодаря бдительности родителей и педагогов в этой школе, среди учащихся не было выявлено случаев заболевания COVID-19, отмечает медсестра Инна Короткова. На данный момент у нас все в норме. То есть у детки здоровенькие, температура в пределах нормы. Если у нас обнаруживается такая, допустим, высокая температура, мы перемеряем ее еще раз. И в основном потом все в порядке. Но пока таких экстренных ситуаций у нас не было, к счастью. Сейчас в школах и детских садах проходит вакцинация против сезонного гриппа. В этом году отказы от родителей на прививку не превысили цифру прошлых лет, рассказывает медсестра. Конечно, не так активно делают прививки, к сожалению. Но все-таки дети делают, я думаю, где-то процентов 40 точно. Ежедневно педагоги проводят профилактические беседы с ребятами, разъясняя о первых симптомах проявления вируса. В случае недомогания, повышения температуры, головной боли, першения в горле, учителя призывают не медлить и сообщить об этом родителям или медицинскому работнику, находящемуся в школе. Александра Коваленко, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия, Урупский район.